Друзья, приветствую всех! Это «Охота на дичь» Михаил Шетельман и Наташа Влаченко опять с вами. Будем вам рассказывать о всякой дичи, об очень серьезной, о пропагандистской, о любой дичи, которая попалась нам за эту неделю. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте, зрители! Ну вот, начну с того, что было очень много на прошлой неделе разговоров о том, что должна ли Украина, должна ли Российская Федерация участвовать в переговорах, когда они должны быть, с кем они должны быть, а проигрывает Украина или не проигрывает. И в Давосе вот сейчас Андрей Макс сказал, что будем воевать столько, сколько нужно, и Украина должна себе вернуть все, что является нашим. То есть концепция на сегодняшний день украинская, концепция государства именно такая. Никакой дичи не будет, несмотря на то, что многие там, знаете, говорили, что всякое может быть, в том числе, кстати, средства массовой информации зарубежная тоже. Не только средства массовой информации, есть еще некоторые дикари, которые разносят дичь. Все-таки, к сожалению, в Швейцарии, которая наиболее цивилизованная вообще страна, символ цивилизации, есть министр иностранных дел, который рассказал прям целую дичь. Прямо целую дичь. Сразу после этой встречи он дал интервью несколько, по-моему, даже, где рассказал, что формула мира, конечно, дело хорошее, но не хватает во всем этом России. Нужна Россия, и что нужно услышать ее голос. Нужно услышать голос. А, услышать ее слова даже, извините, слова. То есть он хочет узнать, какая позиция России. Так я могу вместо России уже выступать. Ну, в смысле, я могу поехать в Швейцарию давайте. Чего нам Россию тревожить зря? Лишний раз не будите спящего медведя? Я вам расскажу все, что они скажут. Они уже ответили, что их не интересует никакая формула мира. Потому что она предусматривает, естественно, восстановление территориальной целостности Украины и вывод всех российских оккупационных войск. А россиян такая формула, однако, не интересует ничем. Поэтому зачем слушать их слова? Вот зачем? Я не могу понять этого. Я могу понять, зачем уничтожать их армию? Зачем воевать с ними, чтобы отбросить эти войска, чтобы разбить их, чтобы лишить Россию возможности захватывать какие-то территории? Это понятно, зачем делать. А зачем слушать их слова? Чего вдруг министр иностранных для Швейцарии? Он за два года не наслушался? Ну, в смысле, там четко дали, не просто дали понять. Не-не-не. Четко, ясно сказали. Мы это все обсуждать с вами не будем, сказали россияне. Поэтому я не вижу смысла их туда привлекать. Если швейцарский министр хочет послушать голос России, нужно зайти на эфир к Соловьеву, на любой эфир. Вот на Медне они говорили о том, что Украину нужно признать государственным террористам, что без этого никак невозможно окончание войны. Признаком того, что мы скоро победим, будет признание киевского режима террористическим. Хочется только спросить, а кто признает? Северная Корея, Иран, вот кто признает Украину государственным террористам с точки зрения? Потому что этот Лосев, который сидел, я не знаю, кто он такой, якобы там какой-то там, так сказать, эксперт. Он сказал, что пока победа не станет ближе, пока весь мир не признает Украину государственным террористам. Да-да-да, там вообще у нас много теперь новостей, еще мы и государственные террористы тоже. В сумме, я думаю, что если послушал бы министра иностранных... Вот прямо мы сегодня, у нас день советов министра иностранных для Швейцарии. Я прямо чувствую себя советником министра иностранных для Швейцарии. Непрошенный советник, знаете, такая должность, да? Если бы не штатный, не штатный, это непрошенный советник министра иностранных для Швейцарии. Могу ему посоветовать прослушать за два года все записи. Чего уж там, раз он два года, раз он хочет услышать слово России, И за два года сказано порядка полутора миллионов слов россиянами. И эти слова самые разные. Да, Швейцария пока там толком не упоминалась. Но планировали уничтожить при помощи ядерной бомбардировки Берлин, Гагу, Лондон, Вильнюс, Варшаву, Киев, Вашингтон. Ну, это я так на вскидку кого вспомнил, да? Так что, я думаю, можно там еще поискать. Планировали, ну, в общем, планов было, честно говоря, громадье. Может послушать Медведева, почитать, также полезно. Там много слов Россия сказала и написала. Вот, ну, поэтому то, что нас признают еще и террористами, это уж такая там, даже не вишенка на торте, а капля в море. Причем, надеюсь, в Азовском, в котором мы топим их самолеты. Меня всегда трогает, знаете, время от времени украинские телеграм-каналы публикуют опросы. Опросы вот этого российского глубинного народа. Я увидела один из опросов, где у них спрашивают, а что будет, если Россия не победит? Причем жульничество, Михаил, состоит в том, что спрашивают они в основном людей, ну, постарше. И причем таких, ну, вот сразу вот по Беретам и по Махеровым, по многому другому, видно, что это такие зрители, активные телезрители. Знаете, как это не победит? Ну, Россия не может не победить. Ну, что вы? И все отвечают одинаково. А вот молодой парень, которому задали аналогичный вопрос, он сказал, он очень, я не знаю, видели ли это видео, очень круто рассказал о том, что в Донецке Россию хотели только там конченые подонки и наркоманы. Как рассказал, как они там их заставляют идти на какие-то референдумы и прочее, прочее. И поэтому он говорит, что нормальные люди все в Донецке ждут, ждут по-прежнему Украины. Но в России никто не хотел, потому что в Донецке было много здравых людей. И поверьте мне, как человеку, который 23 года прожил, мне начинают рассказывать, ты не понимаешь, где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс? Вы дебилы, русские Донбасс бомбили. Вот видите, я, понятно, не еджистка, да, но все-таки разница между мышлением, так сказать, людей глубоко в возрасте, которые отравлены телевизором, и людей молодых, она как бы чувствуется. Ну я бы все-таки тоже, я как бы не еджист в этом смысле, но мне для этого не нужно опрашивать россиян, потому что что в Донецке хотели, а что не хотели, я это легко могу узнать в Киеве. Сейчас в Киеве, и не только в Киеве, во всех других городах Украины, но все-таки большинство в Киеве, если честно говорить, проживает примерно половина жителей Донецка. Половина жителей Донецка уехала, ну это статистика государственная, что половина жителей Донецка выехала на неоккупированные территории после 2014 года. То есть они прямо, точно, тут не надо опрос даже проводить, это называется, люди проголосовали ногами, колесами, чем там могли, тем и проголосовали. Поэтому мы точно знаем, кто выбрал Россию, а кто выбрал Украину. Я этих людей в Киеве встречаю, я вижу сколько они открыли здесь бизнесов, сколько я их встречаю там в больнице людей, которые работают врачами, люди, которые вон открыли какие-нибудь рестораны, магазины, таксистов, кого угодно. То есть все это предприимчиво, какие-то люди, в общем все экономически активные, я думаю, что люди делятся все-таки не на молодых и старых, а на активных и, извините, пассивных. Но я сейчас в хорошем смысле. Так вот, активные это те, кто не готов. Россия страна для пассивных, Россия страна для тех, кто лежит, ждет от моря погоды, может быть, а когда-нибудь, а вдруг сверху придут и что-нибудь дадут. Это вот туда, это в Россию. Я бы так всех и делил. Хотите жить так, ну, едьте, конечно, в Россию, чего же там делов-то. Вот, может так, в принципе, им и надо разделять. А те, кто готов просто всего-навсего брать свою судьбу в свои руки, никто не требует чудес, никто не говорит, что надо обязательно заниматься бизнесом или что-то такое, но быть хозяином своей судьбы, самому учиться, самому как-то образовываться, что-то добиваться, тогда это в Украину, а не в Россию. Вот примерно у нас же идейно такое противостояние сейчас с Российской Федерацией. И в Донецке, я думаю, разделились в свое время так же. Иждивенцы, как говорится, ну, люди с иждивенческой головой, они туда, в Россию, ну, не обязательно они должны были быть пожилыми людьми, в результате они оказались в этих, как они там называют, ну, в общем, короче, на войну их послали за деньги, потому что, ну, кушать хочется, вот им сказали, хочешь кушать, вот тебе винтовка, иди стреляй в украинца. Вот, поэтому я выделил все-таки людей по этому принципу. Я сейчас попрошу редактора показать еще одно видео. Знаете, вот есть вот эта, так сказать, забава такая интернетовская, когда люди не из России, разговаривают с людьми из России. Это фантастические, наверное, диалоги мне попадаются. Я специально, конечно, это не отсматриваю, но тут я на днях увидела, как тоже какой-то парень спрашивает у россиянина такого, слышно по, так сказать, по манере говорить, по всему, что он где-то там с Волги-матушкой, да? Он говорит, вот вы согласны, что Ленин создал Украину? Он говорит, он насторожился, потом вспомнил, по телевизору уже говорили, что Ленин. Ленин говорит. Он говорит, но он же создал Украину на исконно российских территориях. Беды не чуя, Волжанин говорит, ну да, на российских, это наша территория. Значит, получается, Ленин сепаратист, говорит он ему, и тут человек и перемыкает, потому что Ленин, это же как бы светоч российский, он лежит там на Красной площади, никто этот труп не собирается воносить и так далее. Вопрос, получается, это Ленин сепаратист, правильно? Ну почему? Мы же с тобой решили, что это русская земля, там жили русские люди. Ленин создает Украину украинцев на территории российской, на территории исконно русской земли. Он создает образование под названием Украина. Ленин сепаратист, получается. Очень забавно за этими людьми наблюдать, потому что не то, что там на два шага, там, по-моему, на полшага никто из них не ходит в своих каких-то там, так сказать, представлениях о мире. И это, конечно, ужасно. Я не представляю себе, вот насколько пропаганда там поработала. По-моему, это даже невозможно исправить никак на сегодняшний день. Ну да, к сожалению, когда, как вам сказать, ведь в пустую голову можно заложить любые мысли. Поэтому пропаганда российская построена именно на этом. Соответственно, российской пропаганде нужны эти пустые головы. Чтобы ее вкладывать, нужны пустые головы. И система образования в России последние десятилетия, она построена на то, что она ориентирована на то, чтобы создавать эти пустые головы. То есть, не дай бог, их нужно только очистить. Когда ты кладешь что-то в пустую голову, в этой голове нет, как вам сказать, такой матрицы знаний и нет матрицы логики, я бы даже сказал. Поэтому совершенно неважно, ведь пропаганда вкладывает взаимоисключающие идеи. Ну, например, Ленин создал Украину. И в то же время Ленин там наш национальный герой лежит на Красной площади. И вообще, в СССР это хорошо. При Советском Союзе пломбир стоил 20 копеек, все были счастливы. Да, вроде как, одновременно. А в то же время Ленин, вон какой там, понимаешь, негодяй. Да, когда у человека нет этой самой матрицы логики внутри организма, то у него не вступают эти мысли в противоречие между собой. У любого нормального человека же, нормального образованного, я сейчас имею в виду, начнется простая вещь, которая называется когнитивный диссонанс. Это когнитивный диссонанс, когда у тебя два убеждения, прям противоречащие друг другу. А у россиянина среднестатистического, я сейчас имею в виду, вот этого образца обработанного пропаганды, не возникает когнитивного диссонанса. Эти люди сидят такие и вполне себе выдают прям противоположные друг другу мысли. Вы знаете, я в ужасе от того, что это все, к сожалению, ну, вот я сейчас честно скажу, это произошло с людьми, от которых я такого не ожидал. Это ж ладно, ну, какой-то случайно выбранный там с Волги человек. Мои знакомые, мои люди, с которыми я пересекался в жизни, с которыми я работал когда-то, по работе пересекался. И вот они мне после начала войны уже стали писать комментарии в соцсетях. Ну, это там не близкие друзья, но тем не менее. И вдруг говорят, нет, ты что, ты просто не понимаешь. Вот сейчас же мы Харьков вот освободим, там же все наши родные. Я говорю, да что же их сопротивляются-то? Да нет, ну что ты, ну кто сопротивляется? Там же все вот наши. И при этом, ну, это люди не идиоты, да? Они же видят, что Харьков воюет. Видят. Поэтому у них, вот удивительно, что у них тоже не возникло никакого когнитивного диссонанса. И потом, когда они написали, посмотри, вот Херсон мы захватили, как бы освободили, как они говорят, и все оказались наши родные в Херсоне. И когда через три месяца мы освобождаем Херсон, напишу, подождите, что-то не родные снова. Так-то у людей снова не складывается пазл. И я уверен, что эти люди, они не работают на власть, на российскую, не пытаются там специально меня куда-то сагитировать, потому что у них нет такой задачи. Вот у них по-настоящему в голове такая каша. Настоящая в голове каша. А значит, все-таки российское образование, оно изначально закладывает эти кротовые норы в голову человека. Ну, мне когда-то мой приятель рассказывал смешную историю дурацкую про то, что когда-то в советском клубе, вы знаете, вешали такие афиши, какой фильм будет вечером идти. И однажды передали «По тонкому льду» фильм. Телефонист не дослышал, написал «Потомок у мульду». Ну, видимо, и все решили, что это про индейцев. Поэтому, вот когда Лукашенко вчера выступил и пять раз повторил, что мы идем по тонкому льду. Сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг, и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Теперь я его иначе, как «по тонкому льду» додавал. Но о чем говорит Лукашенко? Он говорит о том, что мир находится на грани войны, что американцы, вот они такие подлецы, раскачивают. Раскачивают, раскачивают на Ближнем Востоке. Раскачивают в Украине. Раскачивают по всему миру. Везде гора же точки. И вот если они объединятся, то будет всем нам плохо, говорит Лукашенко. Году, я так в 2015-2016 год. То же самое Лукашенко обращался с Новым годом к белорусскому народу. То ли с 16-м, то ли с таким. И сказал, например, следующее. Я сейчас объясню, почему я это знаю. Откуда мне это известно? Говорит, во всем мире бушует мировой финансовый кризис, только Беларусь является островком стабильности. Бла-бла-бла-бла-бла. Узнаете сегодняшнюю речь. В принципе, это же самое. Так вот тогда ко мне еще в Латвию приезжает мой товарищ из Беларуси. Ну, который белорус и живет в Беларуси. И говорит, ну, пожил он пару-тройку дней в Латвии. Говорит, слушай, я вот тут слушаю Лукашенко, который, говорит, бушует мировой финансовый кризис, а у нас островок стабильности. Я сейчас приехал в Латвию, и я что-то вижу, что ничего не бушует. Что как бы нету мирового финансового кризиса. А 16-17 год не было никакого мирового финансового кризиса. Это в Беларуси случился кризис. Почему? Потому что белорусская экономика привязана к российской. Россия оккупировала Крым. Обвалился рубль российский, вместе с ним белорусский. Против России ввели санкции, белорусская экономика полетела. А у него все время бушует мировой финансовый кризис, и Беларусь вечный островок стабильности. И что интересно, я помню, что 10 лет назад Лукашенко объявил задачей на свой президентский срок. Больше, какой 10? Это в 2010 году он стал президентом в очередной раз, то есть 14 лет назад. И говорит, моя задача на следующий президентский срок, чтобы средняя зарплата по Беларуси была 500 долларов. Значит, как это было, еще раз подчеркну, 14 лет назад. Значит, сейчас средняя зарплата по Беларуси, вы будете смеяться, 500 долларов. Сейчас. То есть задача эта была поставлена в 14-м году, они и так, и сяк, и по-всякому. Вот видите, островок стабильности. Михаил, как вы понимаете, я не могла обойти в нашей дичи, не могла обойти интервью дочери Путина. Ну, потому что это дичь, дичная, понимаете, там, я не знаю, в кубе, в квадрате, как угодно. У меня вообще в какой-то момент, когда я смотрела там отрывки из этого интервью, появилось такое ощущение, что передо мной не живет человек, а голограмма какая-то. Я понимаю, что я не разрешаю там чего-то говорить. Я не очень понимаю назначение этого интервью. Но когда там взрослая, молодая женщина, представитель воюющей страны, чей отец начал эту войну, говорит, мы человекоцентричные, и для нас важны не деньги, а, так сказать, человек, его жизнь, его судьба. Для нас высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни. Ну, прям, честно говоря, хочется залепить пощечину, потому что, ну, пока ее папаша очень даже денежно-центричный, да, человек, которому деньги всегда будут не безразличны, убивает, там, не знаю, тысячи людей и сотни тысяч, которых привозят в мешках, вот этих самых человекоцентричных назад в Россию. Вот она сидит вся такая причесанная, наманикюренная, говорит вот эти вещи. Знаете, если бы Путин не был президентом Российской Федерации, мы бы с вами ни за что сейчас не обсуждали, что он сказал, ни разу не посмотрели бы ни одно его интервью. Это правда. Да, если бы вы случайно, вот не был бы Путин президентом Российской Федерации, а вы бы случайно оказались с ним, не знаю, соседним посидением в поезде, да, вы бы с ним не разговаривались, потому что ему было бы не о чем просто с ним разговаривать. Вы бы никогда не видели никакой возможности с ним нигде пересечься, потому что у вас был бы абсолютно разный круг общения. Потому что Путин абсолютно банальный человек. Сам по себе, если не брать его пост, пост это другое, это конечно важная вещь. Но если не брать его пост, то это самый банальный человек, которого можно представить. Вот самый серый. Его лучше всех, кстати, описал, как ни странно, Алексей, ну как, почему не странно, Алексей Навальный успел в самом начале войны, в первые дни войны, в одном из своих постов описать Путина, что вот его выступление по поводу войны, это выступление такое, говорит, мы все видели на свадьбе такого пьяного деда, который сидит и несет какую-то околесицу про мировой там заговор. Вот примерно такой. Ну, конечно, никто этого деда не слушает, все такое. Но Путин занимает пост президента Российской Федерации, что совершенно отдельная как бы заслуга разных людей. Именно поэтому мы вынуждены слушать, что он говорит, и вынуждены как-то на это реагировать, потому что весь мир из-за этого слушает, вынуждены как-то с этим бороться и вообще с ним бороться. Только по этой причине. В свою очередь, дочь Путина не занимает поста президента Российской Федерации, никогда не займет. Поэтому логично, что у такого банального и недалекого человека такая же банальная и недалекая дочь. Просто такая же точно. Я на нее смотрю и понимаю, я посмотрел это выступление и понимаю, что мне просто стало интересно, она какая. Я же до этого ни разу не слышал. Такая же. Такая же недалекая, такая же банальная, такая же простая абсолютно. То, что называется никакая. Поэтому только обсуждать содержание ее речи не имеет смысла. На самом деле, нам лучше бы провести такой перенос, но нам сложно будет убедить, конечно, наших западных друзей, провести такой перенос в обратную сторону. Посмотрите, вот видели выступление дочки Путина? Видели. Есть что по нему сказать? Ну, нечего. Ну, так и не слушайте, что Путин говорит. Это такая же банальная чепуха абсолютно. Сидят недалекие люди, говорят банальную чепуху. Давайте бороться, выкорчевывать само зло из России, да, и саму Россию, а не там конкретного человека, который вот, ну, сам по себе ничего не представляет. Не надо задумываться. Кстати, с этого я начинал когда-то свою разговорную в жанре деятельность, когда у меня еще был не канал Шательмана, просто вот в фейсбучике я еще видосы записывал какие-то в начале, в начале войны. Я сказал, нам главное не слушать, что хочет Путин. Вот прям не слушать. Вообще вот исходить из всего остального. Вот война, понимаем. У нас летят самолеты, едут танки, мы с ними воюем, понимаю. А слушать, что хочет Путин, не надо, потому что это не важно, это не является фактором в этой войне, его желания не являются фактором. И мы не должны, мы им придаем вес. Вот мы тем, что обсуждаем его какие-то слова, начинаем придавать вес. А он каждый раз говорит что-то другое, потому что он слишком глуп. Поэтому мы сами же, сами же и пытаемся выстраивать его вот эту, как сказать, его картину мира, мы выстраиваем, не он, а мы выстраиваем его же собственную картину мира, которая на самом деле не существует. Давайте за дочку его не будем выстраивать картину мира. Тут еще один вопрос, знаете, а ведь, а чего они выволокли за ноги? Он же скрывал обеих дочерей. Возможно, они сейчас ищут способ монтировать их как-то в политику, и одну, и вторую. Возможно, но слабо я себе представляю, как это возможно. То есть как, еще раз, возможно, что у них есть такое желание, у кого-то могло возникнуть, но мне кажется, российская система, ныне построенная, она настолько индивидуальна, не семейна прямо, а индивидуальна, что это, когда ты не водил с собой эту дочку, если он водил с собой эту дочку все эти там 30 лет своего правления, то 25 или сколько, то это было бы как бы, в этом была бы возможность. Но женщина в России не человек, начнем с этого, были бы у него сыновья, была бы другая история, женщина в России не человек, и он пропустил в воспитании 25 лет куда-то их спрятав, этих дочек, поэтому уже не получается, мне так кажется. Даже если у него есть такое желание, другое дело, что это может быть, хотя тоже такой странный прямо способ, пытаться придать человеченке кандидату в президенты Путину, но тогда он хотя бы должен был бы с ними встретиться, хоть как бы сказать, что да, это мои дочки, просто вот, я их прятал от вас все это время, но когда их тогда же тайно показываем, что, наверное, это его семья, не очень сильно это все улучшает, поэтому великого замысла я здесь не вижу. В этой человеченке что-то людоедское, если честно, о том, что женщина не человек, вы знаете эту смешную историю, в России, наши зрители, наверное, многие не знают, есть такая женщина по фамилии Екатерина Донцова, не путать с Дарьей Донцовой, потому что многие вчера перепутали, она дерзнула, там какая-то, по-моему, она учительница или что-то в этом роде, или что-то, я не помню, честно говоря, кто она, она дерзнула захотеть стать президентом, ей даже не разрешили собирать подписи, и теперь вчера, когда она там объявила какую-то свою партию, которую она только мечтает организовать, ее уже начали останавливать гаишники, начали возить на свидетельствование, так сказать, на предмет наркотиков, на нее посмотрите, сразу видно, что никаких наркотиков она в глаза не видела никогда, если увидеть ее фотографии, или увидеть, как она говорит, но тем не менее, мы понимаем, что если она только будет, не дай бог, укрепляться каким-то образом, то, конечно же, на свидетельствование ее будут часто возить. Да, она на самом деле журналистка, из Ржева, мать троих детей, и вообще, вот она-то человек, как раз, она-то как раз человек, действительно, у нее очень человечное интервью, этим она разительно отличается от любого, кто там, вот от всех этих фальшивых претендентов на путинский престол, ну, которые сейчас на них там, то ли зарегистрированы, то ли подписи собирают, кто как, она отличается именно тем, что она обычный живой человек, прям обычный, нормальный живой человек, нормально рассуждающий, не с искривленной логикой, не с извращенной логикой, а с обычной. Это, конечно, недопустимо в России совершенно, это прям приравнивается к бунту. Обычное человеческое поведение, человеческая логика, она не выступала с какими-то громкими лозунгами, она не кричала, мы тут то этих казним, тех приговорим, то захватим, а это отпустим. Нет, она просто разговаривает как человек, это совершенно возмутительно. Это возмутительно, поэтому тут же выяснилось, что она наркоманка, что она искала какие-то закладки в лесу, поэтому ее прям тут же и поймали, и арестовали за это все, вот эти гаишники, а до этого вызывали в прокуратуру за то, что она тоже что-то там про войну успела, даже не помню, что сказать, или за то, что она вообще выдвигалась в президенты. И у этой партии рассвет, 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 который она пытается сейчас зарегистрировать, ну, я думаю, что такими темпами, ей же сказали, вы еще слишком молоды, девушка, вы еще слишком молоды. Вот роль детей вообще не в счет, вы еще слишком молоды, да. Поэтому я думаю, что к наступлению прекрасной России в будущее, вот она может успеет, ну, к какому-нибудь военному перевороту в России зарегистрировать эту партию, глядишь, и станет чем-то. Ну, а почему, слушайте, вот, как сказать, не обязательно быть каким-то великим политиком для того, чтобы стать символом борьбы. Не обязательно, как Тихановская, но она не была никаким, ни великим, ни невеликим, никаким политиком. Человек, который просто нужно оказался на этом месте и все, и дальше сказал, ну, раз уж я на этом месте, то я буду политиком. Может, что так вот окажется и Екатерина Дунцова? Да, может, может. Ну, конечно, это все не в сегодняшней России, а в каком-то дне грядущем. Да, ей Бог здоровья, чтобы ее не арестовали, не посадили. Вот этого не хочется, честно говоря. Тихановская там еще проще, Михаил, там же ее мужа сначала посадили и ее фактически вытолкнули в политику. Она не собиралась тоже и ее вытолкнули. Так, возможно, будет действительно и с Дунцовой. Ну, и вы знаете, что я всегда люблю в финале наших программ обсуждать культуру, культурку, потому что в России нет никакой культуры. Мне кажется, со смертью Эльвара Эйнштейна вообще ушел последний такой, да, там человек, который, которого даже, наверное, неприлично называть хорошим русским. Он просто человек был и большой философ, и хороший поэт. А вот хотела с вами обсудить сегодняшнее интервью Собчак. Как же без Собчак? Мне кажется, что вот она пробила дно, потому что она как бы дала понять, что она конкурирует с Дудем. он брал интервью у этой парочки Цыганова, а она взяла какого-то инкора и рэпера. Ну, я никогда не видела в своей жизни человека больше похожего на животное, понимаете? Не по лексике, не по внешнему виду, не по стилистике, не потому что он, да простят мне зрители, как дебил, ходил все время с мягкой игрушкой, большой дядька там какой-то, и говорил какие-то жуткие вещи, что там если украинцы, то можно убивать. И он при этом из Мариуполя. И говорит, что вот русские с Мариуполем сделали так, как надо, это очень хорошо, теперь Мариуполь прекрасно живется, и все еще рады. Мариуполь расцветает, в Мариуполе огромное количество новых зданий появилось, в Мариуполе идет ремонт, в Мариуполе это город. Новых зданий там действительно много появилось. Я смотрела на это, она хотела быть Дудем, но Дуд, человек, который называет вещи своими именами, войну войной, Путина преступником и так далее, она же нет, она же нет. Нет, мне хочется процитировать данную ситуацию. Был такой, раньше он был певцом, потом он стал помощником повара Шнур, Шнуров, группа Ленинград. Помощником повара Пригожина, в смысле он работал последние годы жизни Пригожина, а до этого был певцом известным, и снимал даже неплохие совершенно клипы, и даже иногда писал хорошие песни, до того, как определился с политической своей ориентацией. И был у него клип с песней «Ехай на фуй», да, такая клип. Там, значит, режиссер как бы давал указания актеру, говорит, вот вы знаете, вот вы пыжитесь, тужитесь, а взлететь не можете. И, конечно, вот это типично, для мой взгляд, работать плащом, насколько я помню. Да, 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 да. Вот пыжитесь, тужитесь, взлететь не можете, и плащом работать надо. И у меня творчество Собчак, если сравнивать с Дудем, остается вот это же самое ощущение. Пыжиться, тужиться, взлететь не может. Ну, давайте так, Собчак, человек неимоверного трудолюбия, безусловно, но она много работает, надо отдать, должно, это же как бы надо иметь большое желание, большие, огромные амбиции, чтобы столько вкладываться в то, делает кучу всего. На всех фронтах там и так далее. И вот она добилась того, что у нее там вот правдами, неправдами, немытьем-то катанем, что у нее там три с чем-то миллиона подписчиков в Ютьюбе. Но это все каким неимоверным трудом. Да, вот я и так, и здесь, а здесь я возьму деньги, а перед этим я извинюсь, а еще схожу на голую вечеринку и потанцую, и еще вот так оскандалюсь, и вот так, а здесь я вот, ну, за этого замуж выйду, а эти мужья из-за меня подерутся. Вокруг скандал все время, вокруг какая-то такая скандальная активность. А теперь мы сравниваем с Дудем, человеком, у которого 10 миллионов подписчиков, и который ни разу не замешан ни в одном скандале, который живет со своей женой с двумя детьми, у которого татуировки на руках с именами детей у Дудя, который ни разу не давал никому интервью, ни разу никому не давал интервью. Ни разу, мы не знаем, чем он живет, как он живет, что с ним, ничего про него не знаем, потому что в центре его творчества его гости, те с ним разговаривали. Пару разговаривал. Ну, когда? Дудь как Дудь, прямо как ведущий телеканала, ну, может быть. Что было дальше, еще кто-то, я не помню. Что было дальше, что он разговаривал, да. Ну, может быть, но что-то такое очень. То есть он никогда не пытается сам оказаться в центре. Вот Баста, у них был обмен. Баста к нему пришел, а Дудь к нему. А, может быть, да. Да. Вот. И вот в этом разница, что Дудь человек, который искренне интересуется людьми, искренне. Как говорил Жеглов, ты должен интересоваться человеком искренне. И он интересуется людьми искренне, а Собчак просто, так сказать, пытается выставить себя в центр любого интервью. Вот вся разница. Поэтому она может пыжиться, тужиться, предлагать огромное усилие. А Дудь, ну, конечно, это только внешне все легко ему дается. Мы же понимаем, что за этим стоит огромный труд. Но, согласитесь, внешне легко собирает на своих видео десятки миллионов. Не миллион-два, а десятки миллионов просмотров. Поэтому никогда, как я сказал, я обидел его, я сказал капитан, никогда ты не будешь майором. Вот никогда, Собчак, не стать Дудем. Кстати говоря, Собчак, когда пошла на выборы, как мы помним, набрала 1, там, 1,1 точка что-то процентов на президентских выборах России. Я думаю, если бы сегодня, по какому-то недоразумению и чуду, Дудя бы зарегистрировали кандидатом президента России, то, когда посчитали бы по-настоящему голоса, он бы набрал десятки процентов голосов россиян. Я абсолютно в этом уверен. Я тоже в этом не сомневаюсь, особенно молодежь. Ну что ж, друзья, моя-то была охота на дичь. Ровно через неделю встретимся опять. Михаил, огромное спасибо, друзья. Не забудьте подписаться на канал Михаила Шительмана и канал «Власть Верси» с Плащенко. До встречи, Михаил. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова